Армавир отметил 180-й день рождения. Одним из самых масштабных чередей мероприятий стал праздничный концерт «Мой Армавир. Моя судьба». Он состоялся на Центральной площади вечером в пятницу, 13 сентября. Открывая его, ведущие засчитали поздравительные телеграммы, пришедшие из разных уголков нашей страны. Поздравили армавирцев с юбилеем и представители власти. Дорогие армавирцы, поздравляя вас с праздником, я хотел бы вам сказать, что город Армавир движется вперед. Мы выполняем все те задачи, которые перед нами ставит наше федеральное руководство, краевое руководство. Город участвует во всех национальных программах. И мы видим за последние годы те преобразования, те изменения, которые произошли в нашем любимом городе. Я поздравляю вас с этим прекрасным праздником, с круглой датой, с 180-летним со дня образования. Хочу пожелать каждому армавирцу, каждой армавирской семье здоровья, благополучия, удачи и армавиру новых побед. Уважаемые друзья, дорогие армавирцы, уважаемые ветераны, огромное спасибо вам за ваш труд и за вашу любовь к родному городу. И я уверен, когда мы имеем такое замечательное молодое поколение у нашего города, еще огромное количество прекрасных и долгих лет. В этот день Армавирцев ожидала немало сюрпризов. Концертная программа была очень насыщенной. Открыла ее Марина Девятова, российская певица, исполнительница народных песен, лауреат международных фестивалей и конкурсов. Я хочу пожелать вам, дорогие мои армавирцы, в первую очередь крепкого богатырского здоровья. Я хочу пожелать всего самого наилучшего мирного неба вам над головой. И знаете, очень хочется пожелать, чтобы каждого из вас здесь присутствующего дома всегда ждала теплая и, самое главное, любящая вас семья. С праздником! Марина Девятова привезла в Армавир свои лучшие песни и исполнила композиции «Заслуженно любимый народом». Надо сказать, что артистка держала аудиторию на протяжении всего своего выступления, а зрители отвечали взаимностью, даря любимой исполнительнице свои аплодисменты и цветы, и, конечно же, подпевая ей. Старый клёв, старый клёв, старый клёв, старый клёв, это мне бонус, приглашая нас с друзьями на прогулку. Отчего, отчего, отчего мне так светло, от того, что ты ведёшь по переулку. Я могу смело увольняться. Марину Девятова сменил на сцене вокально-инструментальный ансамбль «Адажо», Краснодарская филармония имени Григория Пономаренко, молодой, но уже довольно популярный коллектив, постоянный участник краевых всероссийских концертов и проектов международного уровня. Не гадайте на любовь, если счастливы в глазах, Не гадайте на любовь, всё решают в небесах, Не гадайте на любовь, дайте сердцу подсказать, С кем делить все тайны сном, с кем парить, кого отдать. Визитной карточкой коллектива является многообразный разноплановый репертуар, классическая, современная музыка, оперные хиты, музыка отечественных и зарубежных композиторов, джазовые произведения. Поют артисты на разных языках. Праздничный фейерверк завершил вечер. Огненный зал позарили небо над Армавиром, который уже начал отмечать свой 180-й день рождения. Марина Бартинева, Александр Жирелеев, служба новостей Армавира. В истории рождается будущее. Торжественная церемония открытия праздничного мероприятия, посвященного 180-летию со дня образования Армавира, состоялась утром в субботу, 14 сентября на Центральной площади. Она получилась по-особенному яркой. К своему юбилею город готовился с особым трепетом и теплотой. Это было видно невооруженным взглядом. В день рождения принято принимать поздравления и получать подарки. Юбилейный город принимает их со всех уголков нашей необъятной Родины. Многочисленные делегации прибыли поздравить его лично. Армавир должен быть первым во всем. В труде, в спорте, во всех социально-экономических, жизненных важных направлениях. И сегодня, правильно похлопаем, поприветствуем, дорогие друзья. Не могу не сказать, сегодня рано утром, Хатол Жамбулат Кедирович позвонил по телефону и попросил. Не постесняйся, передай большой привет и поздравление всем тем людям, которые помнят, которые знают, с которыми много лет я работал. Я передаю его привет и поздравления, дорогие друзья. Армавиру 180 лет. За этот период он проделал путь от Аула до города. Многое пережил, но выстоял, несмотря ни на что. Сегодня город имеет свое лицо, город восстановлен. И я хочу сказать огромные слова благодарности старшему поколению, ветеранам города Армавира, за наш прекрасный город, за то, что вы нам передали его таким. И сегодня мы обязаны его сохранить, обязаны преумножить и обязаны идти дальше. Город участвует во всех программах, которые сегодня реализуются на территории Российской Федерации, которые сегодня реализуются по наказам нашего президента Владимира Владимировича Путина. Сегодня строятся новые социальные объекты. А я хочу перечислить, чтобы мы еще раз помнили, сказали слова благодарности всем тем, кто помогает городу. Построены 9 детских садов и пристроек детским садам. Построены новые две школы и строится еще одна новая современная школа на 1100 мест. Построены 6 спортивных комплексов. Благоустраиваются скверы, благоустраиваются парки. Реализуются программы по развитию инженерной инфраструктуры и многое-многое другое. Поздравление и приветственный адрес передал Армавиру. И губернатор Краснодарского края зачитал его Василий Швец, заместитель главы региона. Город стоит на пороге новых дел. Впереди еще много задач, которые должны вывести его в лидеры экономического роста. К своему юбилею Армавир подошел к динамично развивающимся. Армавир – особенный город, город тружеников. Пусть еще многое предстоит сделать. Уверен сообща, вы справитесь со всеми задачами, добьетесь новых успехов. Искренне желаю вам благополучия, счастья, стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Продолжилась церемония открытия праздничного мероприятия, посвященного 180-летию Армавира, награждениям горожан, внесших значительный вклад в развитие города, края, страны в целом. Медали благодарности получили десятки человек. Двоим армавирцам присвоены звания почетных гражданин города. Высокий статус получили Вилорик Борисов и Рудольф Бабаян. Я очень люблю наш город Армавир и благодарен всем тем людям, которые сделали его прекрасным, красивым, уютным и безопасным. И хотелось бы особую благодарность Юрию Константиновичу Троицкому, нашему мэру, Виктору Викторовичу Колодяжному, Жанулат Хизировичу Хатову и эстафету подхватил, конечно, Андрей Юрьевич Харченко. Его прекрасная команда профессионалов, наш город делает прекрасным. И я скажу, что это лучший, самый уютный, красивый город в мире. Изюминкой мероприятия стало театрализованное представление. В нем организаторы постарались отразить основные вехи развития Армавира. И это у них получилось. За считанные минуты перед глазами зрителей пронеслись 180 лет. От момента зарождения города до наших дней. Позади немало побед и свершений. Но все только начинается. Марина Бартенева, Александр Жирелеев, служба новостей Армавира. Презентация уголков национальных культур «Венок дружбы» состоялась в Армавире в субботу, 14 сентября. Развернулась она в Центральном сквере. С раннего утра все желающие смогли окунуться в самобытную атмосферу народов, проживающих в нашем городе. Посетили мероприятие глава Армавира Андрей Харченко, вице-губернатор Краснодарского края Василий Швец, депутаты Государственной думы и представители делегаций, приехавших из разных уголков России на празднование 180-летнего юбилея. Встречали гостей со всей душой, как и полагается. Приветствую вас в нашем национальном уголке, рады вас видеть, праздником. Армавир – город многонациональный. Здесь в мире и согласии проживают около 100 народов. У каждого из них своя самобытная культура. В этот день презентации подготовили более 10 национально-культурных объединений города. Уголки отражали богатство каждого народа, его традиции и культуру. Одну из самых ярких презентаций подготовили и Армавирские казаки во главе со своим атаманом. Театрализованная постановка перенесла присутствующих в кузню, где кузнец ковал шашку. Главное оружие удалого казака, имеющее символическое и священное значение для казачества. Без уголков национальных культур не обходится ни один день рождения Армавира. Они стали своего рода визитной карточкой города. Каждый год организаторы стараются привнести что-то новое и вывести мероприятие на еще более высокий уровень. Марина Бартенева, Александр Жирилеев, служба новости Армавира. Кульминационным мероприятием в официальный день празднования юбилея Армавира стал большой концерт звезд российской эстрады. Он стартовал в 7 вечера 14 сентября на Центральной площади. Здесь к этому моменту уже собрались тысячи армавирцев и гостей города. Первое свое творчество зрителям подарила российская певица Ханна. Новинки репертуара и известные хиты. Живое общение со зрителем. Около часа длилось выступление Ханны. Аудитория поддерживала любимого исполнителя, подпевая тексты песен. В том, что певицу знают и любят в нашем городе, можно было убедиться, послушав, как реагирует публика на ее выступление. В интервью нашему телеканалу Ханна призналась, что она поражена столь теплому приему в нашем городе. И, конечно же, поздравила армавирцев с юбилеем. Спасибо огромное. Мне правда безумно приятно, что наша команда стала частью вашего мероприятия, вашего праздника. И, конечно же, в первую очередь хочется поздравить всех жителей города с праздником. Я уже много сегодня на сцене об этом говорила, но это искренне от души. Поэтому я повторюсь, что хочется пожелать много-много счастья, искреннего, такого настоящего счастья, много здоровья. И самое главное, я всегда желаю нового того, чтобы все мечты обязательно исполнялись. Уже с первых секунд зажег публику в буквальном смысле бессменный лидер популярной советской, теперь уже и российской группы Кармен, Сергей Лемах. Здорово, армавир! Сдав городу! Шумим, 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 шумим! Сан-Франциско, королева диска, Париж, Чио-Чио-Сан, хиты сменяли друг друга. А центральная площадь превратилась в огромный многотысячный танцпол. Каменный мост над водой Смит словно страшник немой И в массе! Лутон, прощай, я здесь чужой Лутон, прощай, пора домой Звездопад продолжался И у меня есть возможность поздравить вас всех с Днём Города! Давайте все вместе скажем Поздравляю с Днём Рождения! С Днём Рождения! Поздравляю с Днём Города! Ну что, вы готовы танцевать под Гузово с Гузово? Поздравляю с Гузово, как 150 дам had made them Поздравляю с Гузово, как гляde, Поздравляю правой Фанаты ждали своего кумира. Многие подготовились основательно, нарисовав плакаты с признаниями в любви любимой артистке. И она не подвела, подарив им свои лучшие песни. Моя сердце, птица, твоя кровь на клетке, на ветку, светки, светки, на ветку. Хедлайнером большого праздничного концерта стал Филипп Киркоров. Король российской эстрады подготовил для армавирцы в настоящее шоу. И публика не хотела его отпускать, требуя все новые и новые песни. Финальной же стала популярная «Цвет настроения синий». Спасибо! Спасибо! На этом праздничное мероприятие, посвященное 180-летию Армавира, не заканчивалось. Лазерное шоу отразило основные вехи развития города, после чего жителей с днем рождения малой родины поздравили первые лица муниципалитета. Уважаемые армавирцы, дорогие гости, разрешите всех поздравить с очередным юбилеем нашего любимого города Армавира. Я хотел сегодня от себя лично, от всех присутствующих, от всех армавирцев, сказать огромное слово благодарности всем спонсорам, всем предприятиям, организациям, которые участвовали в сегодняшнем концерте, сказать слово благодарности за подаренный подарок, наш юбилей. У меня часто спрашивают, почему на Армавирской земле все происходит по-другому. Многие говорили, вы на букву А. А я для себя думал, наверное, все-таки нет. У нас происходит по-другому, потому что здесь живут люди, люди, которые любят ту родину, ту землю, на которой родились. Люди по-особому, с особой любовью. Поэтому, наверное, у нас и происходит все по-другому. Мы все вместе с вами любим наш город именом А. Маирцы! С праздником, дорогие друзья! Нас ждет большое, хорошее будущее, потому что мы помним память наших предков, мы верим в будущее, и наша молодежь достойна самого-самого лучшего. С праздником! Еще одним подарком к юбилею стало огненное пиротехническое шоу, яркое и зажигательное, в прямом и переносном смысле, мало кого оставило равнодушным. Ни один день рождения в Ирмавире не обходится без фейерверка. Однако, в юбилейный вечер он был по-особенному ярким и масштабным. Залпы праздничного салюта не смолкали длительное время, а небо озаряли яркие огни. Отмечу, празднование дня рождения в Ирмавире было в этом году более чем масштабным. Десятки мероприятий в различных уголках города. О многих из них мы расскажем в ближайших выпусках новостей. Оставайтесь с нами. Марина Бартенева, Александр Жирелеев, служба новостей Армавира. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова